Это Самуэль Итоо, выдающийся камерунский футболист, проведший мегауспешную карьеру в европейском футболе. Нападающий был важной частью каталонской Барселоны и миланского Интера. После завершения карьеры решил попробовать себя в качестве футбольного дипломата, став президентом Камерунской футбольной ассоциации. Все бы хорошо, только прямо сейчас секс-игроку грозит реальный срок за мошенничество и превышение должностных полномочий. В этом видео вы узнаете, почему Этоо обвиняется в мошенничестве и коррупционном заговоре. Виновен ли он? И почему FIFA никак не отвечает на множественные обвинения? Но для начала вспомним, кто такой Самуэль Итоо и как складывалась его карьера. Камерунец воспитывался в спортивной академии Каджи, из города Дуала. В возрасте 16 лет был замечен скаутами Реал Мадрида, куда и перебрался. В силу своего несовершеннолетия футболист мог выступать только за вторую команду испанского гранда. Реал Мадрид Б выступал лишь в третьем дивизионе Испании, а по регламенту лиги допускались лишь игроки из стран, входящих в Евросоюз. Поэтому ради игровой практики Самуэля отправляли в различные аренды. В Лиганессе Испаньоли нападающий играл по редким праздникам. Зимой 2000 года игрок на правах аренды присоединился к Мальорке, где наконец начал получать игровое время. В общем и целом в 19 матчах форвард отметил все шестью мячами. По истечению сезона этого понял, что бороться за место в составе в королевском клубе бессмысленно и принял решение заключить долгосрочный контракт с Мальоркой. Это было очевидно верное решение, ведь за следующие три года нападающий стал обращать на себя внимание всей лиги. Игрок отметил 154 голами в 120 матчах за Мальорку, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории Куба, благодаря чему два года подряд выигрывал премию лучшего футболиста Африки. Летом 2004 года игрок приходит в Барселону за 27 миллионов евро, что на то время было огромной суммой. Игрок сходу стал оправдывать свой ценник, став важной частью атаки доминирующей Барселоны. В составе синегранатовый Самуэль провел 199 матчей, в которых отличился 130 голами и 40 асистов. Приносил много пользы команде в самых серьезных матчах. Дважды забивал победные голы в финалах Лиги Чемпионов. Брал золотую бутцу Ла Лиги в сезоне 2005-2006 и получил третью награду лучшему футболисту Африки. Прежде выигрывал чемпионат Испании, но несмотря на все заслуги в Каталонии, его решили продать. 28-летний на тот момент форвард был обменен на Златана Ибрагимовича из Интера. С оплатой Барселоны в целых 46 миллионов евро. Самуэль Ринни видел в этого твердого игрока основы, а Самуэль отплачивал португальцу важными голами и асистов. Этот удачный тандем позволил в первый же сезон Интеру взять трэбл. После чего нападающий провел в миланском клубе еще два сезона, оставив немаленький след в истории команды. В общем, в целом, ЭТО в составе Интера провел то два матча, подметившие 78 результативными действиями. И с чувством выполненного долга уехал на заработки в Анджи. Самуэль, как и многие африканские футболисты, рос в бедной семье. А как обычно это бывает, дорвавшись до финансового благополучия, не очень смышленные в финансовой грамотности люди начинают жить на широкую ногу. Желая вести роскошную жизнь, ЭТО часто принимал неправильные решения в карьере в угоду заработка. Еще в 2008 году Камерунис чуть не перешел в Бунигдер из чемпионата Узбекистана, предлагавший ему зарплату в 100 миллионов долларов в год. Затем переход из Интера в Анджи в 2011 году на самую большую зарплату на тот момент в мире. И он еще мог несколько лет поиграть на высшем уровне. Но огромные деньги стали важнее футбольного наследия. После Анджи игрок из сезона в сезон менял клубы, нигде не задерживаясь, и закончил карьеру лишь в 38 лет в катарском чемпионате. На протяжении всей карьеры в СМИ попадали различные скандалы с участием Самуэля. В 2005 году на празднование титулов в Барсионе ЭТО позволило оскорбительную фразу в сторону своей первой профессиональной команды Реал Мадрида. После чего игроку пришлось извиняться и выплатить штраф. Сменив синень-гранатовую майку на кипово-миланского Интера, нападающий стал трепывать 3 миллиона фунтов от бывшего клуба и получив отказ обратился в суд. В 2014 году, поехав со сборной Камеруна на Мундиаль в Бразилию, капитан призвал бойкотировать тренировки из-за невыплаты премиальных. Как бы сложилась карьера Самуэля, если бы он не был так одержим деньгами и не скандалил, можно только догадываться. В 2021 году проходили выборы президента Федерации футбола в Камеруне, на которых Самуэля Туа выиграл действующего на тот момент президента Сейдун Джоя. Экс-футболиста очень любит на родине. Еще во время карьеры Туа много вкладывался в развитие Африки и футбола на континенте. В 2005 году игрок открыл одноименный фонд, который и по сей день действует. Фонд помогает малоимущим, вкладывается в медицину, а также организация имеет несколько футбольных академий. Выпускники которых имеют шанс заиграть на самом высоком уровне. Например, нынешний вратарь Манчестер Юнайт и Тандера Анана является выпускником Академии ЭТО. Благодаря всей своей деятельности и популярности Самуэля не составило труда взять верх на выборы. Так что же случилось, когда ЭТО стал президентом? Издание The Athletic провело расследование и выдвинуло ряд обвинений в сторону Самуэля. Еще в 2022 году экс-футболист был приговорен к 22 месяцам лишения свободы условно и штрафу на сумму в 1,7 миллионов долларов за мошенничество с налогами в период игры в Испании. Ранее дочь игрока Эрика Доросарио Невис требовала приговорить ее отца к году тюремного заключения за неуплату алиментов. ЭТО и его близкие помощники были замешаны в договорных матчах. Злоупотребление служебным положением, угрозах физической расправы, подстрекательстве к насилию и распространении ложной информации в Камеруне. The Athletic изучила сообщение в WhatsApp, электронную переписку, письма и аудиозапись. Аудиозапись телефонного разговора ЭТО с президентом клуба 2-го дивизиона чемпионата Камеруна Виктория Юнайтед. В нем ЭТО говорит, что упомянутая команда должна выйти в высший дивизион. Разговор предположительно имел место быть в январе. Несколько месяцев спустя команда была повышена в классе. FIFA отказалась комментировать, начали ли они собственное расследование. А также в мае 2023 года он объявил, что гордится тем, что стал послом выборной компании 1XB. Несмотря на то, что этический кодекс FIFA, всемирного руководящего органа футбола, запрещает должностным лицам участвовать прямо или косвенно в ставках или иметь какие-либо ассоциации с букмекерским бизнесом. Максимальное наказание за подобное преступление – трехлетний запрет на занятие футболом. На вопрос The Athletic считается ли президент Национальной футбольной федерации официальным лицом, FIFA не смогла разъяснить свои собственные правила. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба расследования, Самуэль до сих пор остается президентом Камерунской футбольной сады. А вам предлагаю написать в комментариях, как вы считаете, виновен ли ТО в том, в чем его обвиняют. Подписывайтесь на канал «Больше чем игра», ставьте лайки. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok